привет здравствуйте зрители наш следующий ролик наш очередной ролик про это этюд который владимир создал по кино эпопе освобождения да я правильно понимаю можно сказать что именно этот фильм как раз в детстве я смотрел очень с интересом и поставил это у нас тоже этюд получается фактически очень большое сходство с этюдом бекса напрямую из москвы в париж но что отличало именно войну 41 45-х годов великой отечественной войны 1912 года это то что над рейхстагом был наш флаг советский был водружен по что отличало ну и не был конечно немец в москве не был не ему не дали возможности такой а был на поступок к москве поэтому поля c3 как бы принципе к москве до поля поля c32 32 да очень такие серьезные поля которые нужно было ни в коем случае не пустить уже ближе и здесь данном случае очень похож на этот этот этюд на предыдущий этюд который мы смотрели и все же здесь не те же самые примерно символически вот именно ладья б-5 это тоже партизанское движение также оно было очень еще более широкий размах был во время великой отечественной партизанского движения но остальные наши силы это действительно единицы русской армии они конечно это мобильные части нашей армии передовые король c3 в данном случае основные силы фашистские силы основные или еще можно сказать линия фронта можно и так сказать что крольца на какой горизонтали король c3 на такой именно это являются линии фронта это горизонталь началось давайте показывать до самого самого саму питью до началось самопожертвование до рс c2 пиры символизирует героизм русских войск советских войск отдали ферзя и начинаем преследовать короля точно так же в лагерь черных конь d4 король c7 и снова героический такой красивый ход конь d5 очень-очень кстати похоже на вашу исправленную работу этюда петрова король d8 тоже нельзя бить на d5 потому что после е6 неизбежен мат ладьей на b8 поэтому король d8 конь c6 и снова нельзя брать коня по причине ладья b8 мат поэтому король е8 и а короля 8 еще можно показать а да король b8 еще был ход а король был тогда кольца 6 и кольца 7 мат то есть черные вынуждены бежать именно к себе домой на позицию короткой рокировки и даже дальше берлина берлин после король g7 конь е8 бункер в бункер под берлином король h8 и здесь если скажем в этюде петрова удар по линии аж фактически заканчивает борьбу то есть здесь после коня еще продолжаются жертвы вроде уже добрались до вражеского короля до рейхстага но и вот f8 ладья это как бы символизирует знамя ну или ферзь роман перси или ладья одно и то же но это не имеет значения в доигровке не имеет значения тут еще на предыдущем ходу тоже была уже другой еще выигрыш но это это доигровка уже быть удах это нормально когда есть доигровки несколько решений там причем они не одинаковые по количеству ходов матом в разное количество ходов это нормально в принципе я думаю что вот знамя над рейхстагом можно король бьет же 6 было взять и и по на один ход был на один ход от ладья г-7 от боли защиты нет а нет стоп тут еще погодите нет не сломит и 6 коль бьет и 6 конечно чтобы не было шаха на е4 и нет защиты от ладья сей мат до это снимать 16 ходов мат в 17 ходов то есть один ход длиннее а была задача как короткие сроки именно взять берлин и взять все главнокомандование фашистов тем более лакма чтобы то ни стало должен был был поднят именно над рейхстагом в общем дело и когда этот флаг наши солдаты на даркой над какой-то подрузили когда жуков увидел чтобы дарка он сказал я сказал говорит над рейхстагом на крыше тут же были посланы солдаты значит это алексей егоров и милетон контария им еще был берез который кадры хроники не вошел почему-то алексей берез а вот михаил егоров или тонк антария попали в этот кадр когда знаменитый кадр и когда наши солдаты это знамя подрузили на на крыше грифстага это было действительно праздником это было первым мая по московски папа берлинский это был еще 30 апреля одним словом заминательное событие очень знаменательное событие победа наших советских войск спасибо владимир вот так следующий мы расскажем в следующем ролике про композицию гадкий утенок первоначальная редакция вот редакция про которую мы будем говорить спасибо за внимание попробуйте решить тут задача мат в три хода белая начинают и дают мат в три хода